IT-индустрия, кибербезопасность – самые трендовые компетенции, которые пользуются широким спросом на рынки труда в экономическом секторе. На молодежном форуме Иволга работает делегация Центрального банка России, а сегодня на поляну приехал Руслан Вестеровский, заместитель председателя и член Совета директоров ЦБРФ. Чтобы построить карьеру в мегарегуляторе финансового рынка, нужно приложить максимум усилий. Сейчас в Центробанке трудятся 45 тысяч сотрудников из 145 городов. По словам Руслана Вестеровского, Самара является донором кадрового потенциала России. Получая бесценный опыт на берегах Волги, наши сотрудники берутся за самые амбициозные проекты федерального уровня и занимают руководящие должности на новых местах. Сейчас в ЦБ работают более 9 тысяч молодых сотрудников. В год банк принимает в штат от 2 до 3 тысяч человек из числа талантливых выпускников вузов и молодых людей, имеющих опыт ведения бизнеса. Руслан Вестеровский признается, что построить карьеру в ЦБ может каждый, но для этого кандидатам необходимо постоянно инвестировать в себя. Получать качественное профессиональное образование, уметь работать в команде, научиться контролировать стресс и четко аргументировать свою позицию. Очень важно в процессе обучения пройти качественные стажировки и практики. Вот первые компании, организации, в которые ты попадаешь, создают правильный фундамент. Я в том числе буду рассказывать, как попасть в Банк России, как пройти стажировки, практики и получить первое предложение о работе от нашей организации. Представители Центрального банка России трудятся над реализацией нового амбициозного проекта «Цифровой рубль». Для этого к работе привлекают молодых специалистов-айтишников и экономистов. Среди участников форума «Иволга» оказалось огромное количество юношей и девушек, интересующихся финансовым сектором. Они специально выбрали время, чтобы лично пообщаться с Русланом Вестеровским. Я очень пристально слежу за деятельностью Банка России. В будущем я рассматриваю для себя Банк России как одно из мест работы, даже как какой-то лифт в будущее, как трамплин. Я даже за некоторыми позициями в Банке России пристально слежу и смотрю требования к кандидатам, и, возможно, одну из них я займу. Бизнес-план мне очень интересен, потому что у меня будет защита бизнес-плана как раз через полгода. В моем учреждении, поэтому я хочу обучаться, узнавать новое, знания получать. На поляне Мострюковских озер работает интерактивная выставка Банка России под открытым небом. Действующие сотрудники рассказывают участникам форума интересные факты об истории и развитии экономики в стране и на международной арене. Проводят для гостей квизы и мини-экскурсии. Самым эрудированным вручают фирменные подарки. Музей Банка России представляет на форуме коллекцию памятных монет, связанных с деяниями Петра Первого. В этом году Петр Первый отмечает свой 350-летний юбилей. И мы представляем образцы медальерного искусства, где наилучшим образом представлены те вехи, в которых Петр проявил себя наилучшим образом. В Ростомере у нас представлена обрезь. То есть это те деньги, которые раньше были в обращении разных купюр, разных номиналов. Можно даже посмотреть, какие есть купюры. Вот у нас все говорят, что очень хотят собрать этот пазл. Всегда есть такие смельчаки. Юбилейный молодежный форум «Иволга» продолжается. Впереди участников ждут десятки авторитетных спикеров, мастер-классы, лекции, семинары и защита проектов. 28 июля пройдет торжественная церемония закрытия и подведения итогов. Вечером на главной сцене поляны Мострюковских озер выступит певец «Нелетто». Анатолий Головков, Василий Колдашов. События.